Шиколай Григорьевич Вот ордер на арест Собирайтесь Собирайтесь, собирайтесь Поторапливайтесь Поторапливайтесь Что? Эх, интеллигенция Галстуки завязаны Учайся Папа Вот, оставляю вас от них Обо мне плохо не думай Прости Обо мне плохо не думай Сейчас я принесу пальто, оденешься Куда? Ну, сидеть В комнате сидеть Никуда не выходить Ясно? Ясно Давай на место Кажи Быстрее. Ася. Это твое. Смотри, как пишет. Любимый. Это глупость, что я должна уезжать каждый год и всегда к черту на куличке. Но я скоро вернусь из своей муторакани к тебе, и мы опять будем вместе. Целую, милый. Твоя. Нина. Любовью занимаешься, да? Кто она? Прошу не тыкать. Кто она? Не ваше дело. Как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Вы же советский человек. Встать! Сядет! Дальше что? М? Что дальше? Освободите-ка диван. Что тут в диванчике? Ну-ка посмотрим. Ну? Так где же у вас троцкистская-то литература? Ну, хорошо. Оденься, где у вас тут сарай. Ищите! Ну-ка, отбрасывайте поленье от стены. В угол дрова. Вам надо и отбрасывать. Зачем мне это надо? Давайте, отбрасывайте. А я посмотрю. Вот. О себе не думаешь. Много болтаешь, Сергей. Видишь? Имя твое знаю. Давай по простому. Я тоже воевал. Ты подумай о себе. Тебе же институт закончить надо. Инженером стать. А может, его и не закончить. Я воевал троцкистская литература. Здесь, в подземном ходе. Ищется литература. Что же вы стоите? Смеешься, Сергей? Ну, смотри. Другими слезами умоешься. Есть еще золотые кольца и драгоценности? Нет. Кроме золотых колец папы и мамы, нет. Буфет входит в опись? Угу. Угу. Вы взяли мою записную книжку и письма. Они никакого отношения к отцу не имеют. Пошли. Давай, давай. Еще, может, встретимся, Сергей Николаевич. Поветрить. Все проветрить. Ася! Ася! Что ты стоишь? Где папиросы? Спички где? Убирай все, Ася! Собачья жизнь! Арюшенька. Пожалуйста. Ой, нормально все. Нормально. Ничего. Нормально. 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 Ася! Сережка, открой. Сергей! Отца! Ночью. Я слышал какую-то везюню черта не понял. Ася. Асенька. Быка. У-у-у! Коська! Коська! У-у-у-у! У-у-у! 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 О-у-у! У-у-у! Убери его! У-у-у! Убери его! У-у-у! 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 Ух! У-у! Уйди, Серега! Ответите, за все ответите, я вас... Не жалко, Серега. Еще человеческим голосом разговаривает. Гнида, доносит. Убери него. Я сказал, пошли. Я еще доберусь до тебя, паук. Заткнись, самоварная хоря. Я не уйду. На помощь. Уйди. На помощь. Ты встанешь завтракать. Я не хочу есть. А что у тебя болит? Ничего. У меня зном. Как-то трудно дышать. Открою окно. Я принесу тебе завтрак в постель. Я не хочу слышать слово «не хочу». Понимаешь? Тебе нужно... Цвет от себяvas завтрак. У меня уже не... 아파та. Я не хочу слышать слово «не хочу». Опять. Продолжение следует... 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 А, да, много. Не в Рязани, другие в Казани. Молодец, хорошо. Так, вы представляете, когда я, испанка, выйду замуж за большого, сильного русского парня? Вот с такими плечами, с такими. А что нахмырется, Сережа? Не надо. У мужчины должны быть прямые брови. Слушай, Сергей. Говорить? Да. Ну что ж, здесь два членов портбюро. Вон секретарь портбюро. Ну что ж, говорите. Поехали. Не могу. Какие же семейные обстоятельства? У меня больна сестра. У тебя, кажется, семья состоит из трех человек. Ты, сестра и отец. Так, может, отец побыл бы сестрой. Возможно это? Отец не может побыть сестрой. Он в Москве, Сережа. Какое это имеет значение? Где отец? Имею я право поинтересоваться как коммунисту коммунисту. Он студент первого курса Холден. За стишки. За антисоветские стишки. Вот они, сочиненцы. А там в Кремле учени славы. Хотел познать 20 век. Великий, но и полуслабый, сухой. И черствый человек. Ты понимаешь, кто мог написать такое? Только гад. Послушайте, я не знаю никакого Холмина. Какое это может иметь отношение ко мне? Отношение? Ну ладно. Ты врешь нам. Врешь. А это не достойно коммуниста. Прошу, поосторожней со словами. Да брось ты. Ты врешь нам. Трем членам партии на уберу. Врешь. Ну ладно. Твой отец арестован органами МГБ. А ты приходишь сюда. Выкручиваться, загибать за лазки. Кому ты врешь? Партии врешь. Не горячитесь. Я говорю правду, Игорь Витальевич. Я не перестану бороться с гнилым либерализмом, который развели в институте. Мы коммунисты. И должны говорить правду в глаза. Ты же знал. Знал, что как коммунист обязан был заявить в партии на уберу о том, что твой отец арестован. Послушайте, вы мой отец. И запомните это навсегда. Мой отец ни в чем не виновен. Он не... Ты что же органам МГБ не доверяешь? Вот твой товарищ Аркадий Уваров сам нашел эти поганые стишки. Нехорошо, Сережа. Нехорошо. Сын за отца, конечно, не отвечает. Но ведь был же у тебя личный контакт с отцом. Откровенные разговоры. А коммунист должен быть бдительным. Отец это или жена. Ты знаешь, как вов... Следить за ним. Знаешь, так только фашистские молодчики... Охминцев из партии. А он уже не коммунист. Он уже в душе не с нами. А жаль, хороший был парень. Да мне плевать на все, что... Достаточно. Прекратите. Да. Охминцев. Вам необходимо принести заявление в партбюро в связи с отцом. Можете принести его завтра. Игорь Витальевич, я заявление писать не буду. Отец еще не осужден. А то, что он арестован, вы это знаете сами. Какая... Да и все так же. Был профессор, врач из района. У него что-то нервное. Нужен покой. Ну и где-то так надрался. И все, из какого торжества. Я понял. Пьют от слабости. Ося, Ося. Знаешь, я... Я никогда ничего не боялся. Ничего. Даже смерти. Ничего. Ося, Ося, Ося. Пойдем, 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 Пойдем. Души великолепная штука. Я по себе знаю. Так. Ну-ка, давай тапочку. Так. Ну-ка, вот, одели. Сейчас отдаст свежесть у тебя. Будешь как огурчик. И главное, к дьяволу. К дьяволу твою философию, Сережка. Сейчас ты узнаешь, что человечество недаром забрело душ. Поверь мне, жизнь не так плоха, когда в квартире есть цивилизация. Давай. Поговорить надо очень. Я тебе ничего не буду рассказывать. Дай попирал свои спички. Я до смерти устал. Что? Я люблю Асю. Я хочу, чтобы ты... И вообще... Я ее очень люблю. С 45-го года. Когда ты был еще в армии. Какой черт ты мне все это говоришь. И улыбишь. И улыбишь. И улыбишь. И улыбишь. В каком смысле? Вот что. Поймайся, святая. Я тебя прошу. Я сегодня очень устал. Ты... Считаешь, что этого разговора не было? Да, кстати, тебе звонила Нина сегодня в 10 вечера. Прости, забыл передать. Уже не нужно. Завтра утром... Тю-тю. Уезжаю в Тул на практику. Ты знаешь, Сережка. Ведь ты считал, считаешь меня за пижона, так? Асюж говорить откровенно. Ты был всегда серьезный и малый. И меня тянуло к тебе. А не тебя ко мне. И я не знаю. Абонир. И я не знаю. И я folklore. И я не знаю. Абонир. И я recognise. Я тебя разбудила? Ты спал? Серёжка, я вернулась и должна тебя увидеть сегодня обязательно. Слышишь? Да. Ты не узнаёшь меня? Это я. Серёжка, я из автомата, я звонила тебе вчера и сегодня. Я к тебе сейчас приеду. Слышишь, Серёжа? Я не могу сейчас. И не надо мне звонить. Я жду. Мне должны позвонить. Серёжка. Зачем ты пришла? Зачем ты пришла? Зачем ты пришла? Ну, фигурка. ШУМ МЕХАТОВ Мы сейчас здесь всех разбудим. Идём, я тебя провожу. Я сегодня все узнала, Сережа. От кого? Сереж, я жалею, что я хотела помирить вас. Я не думала, что ты мне это хотела сказать. Перестань, Сережа. Не надо так. Это все очень мелко по сравнению. И какое при этом было лицо. Спокойное лицо победителя. Но ты пойми, они не шутят. Уваров будет мстить тебе. Тебя до серпуховки. Не уходи. Проводи еще. Мне страшно. Мы почти дома. Пришли. Вот ты и проводил меня. Нет. Скажи что-нибудь еще. Все. Что значит все? Я люблю тебя, Сережка. Что значит все? Я видел тебя вчера вечером. С мужем. До него неудача с экспедицией. Его отзывали в Москву. Он ехал, боялся разговор с начальством. Ему могут больше не дать экспед... Командир саперной роты. Он любил тебя? Через два месяца сказал, чтобы я не ограничила его свободы. Пробрала чемодан и перевелась в другую экспедицию. Потом уже в Москву. Только сейчас вспомнила. Знаешь, что он еще сказал? Сказал Сергей Декабрист, а наше время не для декабристов. Кто? Кто сказал? Уваров. Ты понимаешь, что это значит? Он думает, что наше время для таких подлецов, как он. Он сказал, что тебя выгнят из института. Нина. Я хочу, чтобы ты знал. Если со мной что-нибудь случится, я могу пойти на шахт, работать с забойщиком. Просто сама могу пойти с тобой уголь грузить. Нет, этого я не допущу. Я даже не знаю, как тебе передать, как я люблю тебя. Все будет. Они опять отпустили. Что? 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 Да? Что? Костя, я слышала шаги у тебя в комнате. Ты что, ходил? Ты разве не спал? Ну, его к черту полетит. Пока. До осени. Костя, что же будет? Что же будет? Прекрасно будет. Портбюро звонили, напоминали. Ты ничего не слышал? Нет. Костя приходил прощаться. Да. Он уехал на практику. Бедный папа, где он теперь? Как он? Как мы теперь без него будем? Угу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Я ваш новый сосед. Приветствую вас. Я по обмену с Петром Ивановичем Быковым. А, очень приятно. Марк Юрьевич. Я с дочкой. Тамара, познакомьтесь. Здравствуйте. К нам новый сосед, селищный человек. Да, напоминает часового мастера. Разбирали? В союзе, в союзе художников. Сколько ярлыков нацепили. Так и обклеили всего, знаете, как афишную тумбу. А что с Николаем Григорьевичем? Что известно? Сколько? Орсу. 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 Если он еще не понял, то должен понять, и я говорю ему прямо в глаза, обман партии это преступление. Но он, как видно, не понял. И еще. Хочу, и мне не даст соврать Аркадий Уваров, мы были в одной компании вместе с Виссарионовичем Сталином. И, видимо, мягко поступило заявление в партийное бюро от коммуниста и члена партийного бюро Уварова. Я его зачитаю. Судент 3-й. Самое грязное политическое оскорбление. И я, как коммунист, прошу партийное бюро разобраться в этом. Член ВКПБ с 1945 года Уваров. Хочу сказать вам, дорогие члены партийного бюро, мы авангард. Мы в первую голову несем ответственность. Зовите окно. Не надо. И так нечем дышать. Обрували хорошего студента, партийца, однокашника. Обозвали фашистом. Ведь вы же сами воевали. Вы же знаете, что такое фашизм. Вы же тоже позволите вас спросить. Абсолютно убежден. Ну тогда, извольте доказательства. Дорогой вы мой. Если уж вы... Да, пусть расскажет. Пусть расскажет. Я расскажу. Конечно. В 1944-м... Спасибо. Осенью вызвали нас ночью в штаб от арт-полка. То ли не разобравшись с ситуацией, то ли еще по какой причине, завел свою батарею в расположение немцев, в болото. Так что орудие нельзя было развернуть. А утром немецкие танки в упор расстреляли их. Погибли все. Сам Вохминцев был ранен. Эвакуирован в тыл. И это спасло его от трибунала. А потом, как это бывало на войне, затерялись следы. Вот, значит, как. Как вы оказались в блиндаже? Нет. Струсили. Нет. Я контужен, Вохминцев. Вот и сам инструктор со мной. Маша, ну скажи ему. Вот, значит, как ты. Значит, батарею погубил. Это даже интересно. Ну ты и мразь. За твое шкурничество ответил твой подчиненный, командир первого взвода Василенко. Когда танки расстреливали батарею, ты удрал и отсиживался в каком-то блиндаже. А потом раненого Василенко отдали под суд. А должен был в штрафную пойти ты. Как не стыдно так лгать, Сергей. 27 человек погиб. Убил. Загубил. Суровые доказательства нужны. У меня создается впечатление, что вы... Все судьи, так что ли? И Уваров судья. А я бы хотел, чтобы мы разобрались и с Уваровым. Даете себе отчет, товарищ Косов. Вы как коммунист должны понимать, что разбирается дело политического звучания. Я как коммунист буду бороться за идейную чистоту партии. Уварову мы вам в обиду не дадим, товарищ Косов. И вы, Зверидов, говорите о бдительности, принципиальности и чистоте партии. Я попрошу реплики не подавать. Вам будет предоставлено слово. Кто еще хочет сказать? Значит, никто не хочет выступить. Предложение исключить Вохменцева Сергея Николаевича из членов ВКПБ. Предлагаю объявить выговор. Предлагаю... Выговор. Других предложений нет. Вохменцева Сергея Николаевича из рядов ВКПБ. Пятеро. Кто за то, чтобы объявить Вохменцеву выговор? Верхов. Как исключают из партии, его исключают из института. Не нужно ждать, пока Сверидов сам это сделает. Вохменцев! Ну что, обиделся? На партию обиделся? Да мы же не против тебя боролись, мы же за тебя боролись. Партия, она не карает. Она воспитывает, чтобы ты понял. Вы думаете, что партия состоит из таких дубарей, как вы, Сверид? Что? Да знаешь, я... Вы, а не ты. Вы думаете, я вступил в партию? Я вступил в партию, потому что не видел в ней таких дубарей, как вы. А вам бы я и кост не доверил пости, а не то, что возглавлять партийную организацию института. Впрочем, вам когда-нибудь и кост не доверят. Я отказался от последнего слова. Это последнее. Что у вас? Ну зачем же вы, дорогой мой? Вы прекрасный студент, умный парень. Да ведь пятерки. Пятерки у вас. Эх, молодость, молодость. А как же это вы, Вохминцев? И что прикажете мне делать? Вашему директору? А случилось так, что подлец выиграл бой, профессор. И во многом руками умных людей. Сергей, можно вас на минуту? Только что профессор подписал мое заявление об уходе из института. Все. А вы не погорячились? В своей жизни я много дел сгоряча, а это совершенно осмысленно. Я вас прошу. Зайдите сегодня ко мне домой. Часов 10. Мне надо поговорить с вами. Зачем? Говорить надо было там. Хочешь сказать? Испугаюсь, что завтра Сверидов поднимет личное дело и на вас. Хотите отсидеться? Не получится. Рано или поздно они и до вас дают. Да и мне, что ли? Тысячу раз бросаю. И никак. Я в войну после завала на шахте в Карганье. Лёгкий. Что собираешься делать? Не знаю. Уеду куда-нибудь. Куда? Вот. Что это? Возьминский городок. Я там проработал пять лет. Думаю, для тебя дело найдется. Да, вот еще. Знаешь ли, вот, возьми. Может пригодится. Письмо возьму, деньги не надо. Прощайте. Сергей. Сережа. Субтитры создавал DimaTorzok Сережка. Что? Что там случилось? Говори. Я люблю тебя и больше ничего. Ответь, пожалуйста, Сережка. Я люблю тебя. Мне так страшно. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Это память опять от зари до зари Беспокойно листает страницы Субтитры создавал DimaTorzok И мне снятся всю ночь на снегу И пустыри, где судьба нашей юности спета И летят с небеси, и летят с небеси Через память мою до рассвета Субтитры создавал DimaTorzok